Отличный матч. Очень доволен командой сегодня по движению, по интенсивности, единоборств, по прессингу, который мы предложили сопернику. Красивый гол забили, не доработали при ситуации, когда соперник сравнял счет. Но была уверенность, очень-очень серьезная уверенность в том, что во втором тайме мы добавим и найдем возможность вырвать победу. Как минимум забить второй гол для того, чтобы претендовать на то, чтобы одержать победу в сегодняшнем матче. Но так бывает при достаточно качественной игре, при хорошей энергозатратности в сегодняшнем матче, при успешном прессинге давления на обороны соперника мы сегодня не одержали победу. Тем не менее, поблагодарил команду за хорошую работоспособность, еще раз говорю за понимание того, к чему мы готовились непосредственно к сопернику. Да, и то, что мы предложили, сегодня практически все работало. Единственное, что еще раз хочу сказать о том, что, конечно, для того, чтобы выигрывать, надо забивать больше одного мяча, если пропускаем один, и, естественно, реализовывать какие-то свои моменты. Ну, наверное, явный момент такой был при стандартном положении, когда Гаврилович бил под перекладину, но вратарь Славе выручил команду. Поэтому, счет 1-1. Ваши вопросы? Спасибо, Владимир Викторович. В первом вопросе, Евгений Викторович. Владимир Викторович, говоря, что оставить титул сложнее, чем его завоевать, это клише, и вы действительно ощущаете, что второй был сложнее первого? Нет, я ничего не ощущаю. Я иду от игры к игре. У меня есть конкретная игра, подготовка к этому матчу. И я команды все время об этом говорю, о том, что, ребят, есть конкретный матч, есть конкретный соперник. Славе интересный соперник. Случился сбой небольшой в виде трех поражений. Но, тем не менее, команда интересная, и, естественно, мы готовились к конкретному сопернику. Абсолютно не задумываясь о том, что было в прошлом году, мы живем сегодняшним днем, поэтому сегодня, к сожалению, не выиграли. А так, еще раз говорю, по игре все довольно радужно и перспективно. Было много болельщиков для Мозыря и для Белорусского чемпионата. Были ваши тоже поклонники. Ощущалась атмосфера праздника, как вы считаете, повысился ли в Мозыре интерес к футболу за сезону? Ну, я могу судить и по прошлым годам, когда приезжали в Мозырь. И в прошлом году, и в работе с другими командами. Еще раз, я как-то и раньше говорил, я прекрасно помню предыдущие пресс-конференции свои, что, в принципе, я говорил. Хотя год проходит, время какое-то проходит, но всегда помнишь о том, что говоришь. По крайней мере, здесь, в Мозыре, всегда хороший антураж, всегда приятная атмосфера. И болельщики поддерживают свою команду. Но в этом году, это, наверное, еще и увеличилось. Есть зрительский интерес и любовь в команде. Это очень хорошо, что в Мозыре возвращаются, скажем так, болельщики как можно больше приходят на трибуны, возвращаются на трибуны. И могу сказать о том, что это заслуга команды. Еще такой вопрос. Вы не на матче был тренером национальной команды. Вот вы, как сейчас тренер, раньше как футболист, это мобилизует? Или, наоборот, создает выбор из различного мнения? Или, может быть, хотят играть на тренера? Нет, вы что? Для меня это вообще, я, во-первых, не знал об этом. Но в то же время, еще раз говорю, ни на какие внешние факторы, кто бы не присутствовал на матче. Я думаю, что ни на меня, как тренера, ни на наш тренерский штаб, ни на наших футболистов абсолютно этот фактор не влияет. Потому что мы работаем в интересах Динамо Минск, в интересах команды. И, естественно, какие-то внешние факторы футболисты могут знать об этом. Но они обязаны стремиться держать свой хороший, определенный уровень. Ну а если тренер примет решение пригласить кого-то в сборную, посмотрев такой матч, то это будет как бы и с точки зрения имиджа Минского Динамо в плюс. Чем больше ребят попадают в национальную сборную с нашего клуба, тем имидж клуба растет и возрастает. Тем мы можем с уверенностью сказать о том, что тренерский штаб и команда работают в правильном направлении, раз на них обращают внимание. Это тоже определенный критерий оценки работы.